Всем доброго и замечательного времени суток. Меня зовут Алина, я очень рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня, наконец-то, у меня дошли руки снять видео про подарки из Израиля, которые я ездила, в принципе, летом. И я, на самом деле, снимала уже видео, там была проблема с звукозаписью. Но, на самом деле, все происходит к лучшему. И когда я решила эти видео переснимать, я решила снять отдельное видео про израильскую косметику и отдельное видео про косметику и в Роше, которым мне достаточно много подарили. Я люблю этот бренд и я подумала, что хорошо бы снять о нем отдельное видео, потому что в последнее время мои видео во многом про косметику, которая доступна в США и не всегда доступна в других странах. Или про косметику, которая доступна в Израиле, но тоже не всегда доступна в других странах. В Роше, в отличие от многих упоминаемых мною фирм, доступны в большинстве стран мира. Кстати, кто смотрит меня из Америки, я хочу сказать такое уточнение. Насколько я знаю, нету магазинов и в Роше в США, но есть сайт, американский сайт и в Роше, с которым можно делать заказы. Во многих же других странах, в Европе я знаю и в Израиле, есть магазины и в Роше, что очень удобно, можно прийти, попробовать, потестить и купить все на месте. Итак, поехали. Я хочу поговорить и о подарках, и о фаворитах. Ну, пожалуй, из подарков. Подруга подарила мне вот такой вот Body Butter от Ив Роше. На самом деле он очень похож по упаковке на Body Butter, с которой производит The Body Shop американский. Это, по-моему, лимитированная коллекция. Golden Tea. На самом деле приятный и достаточно интенсивно увлажняющий Body Butter. Я им пользуюсь и на ноги, и на локти, и на самые сухие части тела. И работает оно отлично, поэтому мне этот Body Butter понравился. Я немного хочу уточнить, что есть в нем какая-то доминантная нотка, пожалуй, экстракт из зеленого чая или что-то такое. И если она вас смущает, то это учитывайте. Мне она особо не мешает. Даже какое-то такое вот ароматерапевтическое ощущение у меня вызывает. Итак, я продолжаю про подарки. Я получила в подарок от подруги вот такой вот набор из трех косметических средств. И он еще шел в красивом пакетике. Правда, я уже не знаю, где этот пакетик. Он из ткани, поэтому его вполне можно использовать. Значит, что у нас в этом наборе? Это сирень. Это все с ароматом сиреней. Это Body Lotion. Лосьон для тела. Это гель для душа. И туалетная вода. Мне этот аромат очень понравился. Мы это выбирали с подругой вместе в магазине. Она хотела выбрать что-то на подарок, что мне точно понравится. Поэтому мы выбрали вот эту вот троечку вещей. Это очень на любителя, потому что здесь явный цветочный аромат с доминантной нотой сирени. Практически она идет в течение всего аромата доминантной нотой. То есть она не исчезает и в шлейфе аромата. И это очень на любителя. Мне этот аромат нравится. Я вообще люблю цветочные ароматы. Цветочные, цветочно-сладкие. Но я знаю, что не всем такой аромат нравится. Потому что я давала послушать аромат нескольким моим подругам. И кому-то он очень понравился, а кому-то он прям очень не понравился. Но если вы примерно представляете себе, как пахнет сирень. И вам этот аромат нравится. То если вот эта туалетная вода вам да, подойдет. Конечно, еще нужно учитывать, что это не осенний, не зимний аромат. И сейчас оно у меня немножечко так стоит, простаивает. Но летом и весной просто отличный аромат. И создает очень приятное настроение. Достаточно долго держится. И, по крайней мере, в моем климате. Потому что я после переезда в США поняла, что очень многое зависит от климата. И вещи, которые в Израиле у меня просто выветривались за несколько часов. Здесь те же парфюмы могут держаться и на мне весь день. И потом еще на одежде до стирки. Теперь давайте пройдемся по фаворитам. Это вещи, которые я регулярно сама себе покупаю в Эвроше. Ссылочка у меня уже закончилась, но я ее не выкинула. Это из серии Sebo Vegetal. Милицеллярная вода. Два в одном. Я ее покупаю достаточно регулярно. Сейчас просто я купила какие-то другие вещи. Потому что делать заказ в интернет-магазине, это обязывает тебя купить на какую-то минимальную сумму. Иначе будет платная пересылка. И из-за этого так получается, что я временно не покупаю именно эту мицеллярную воду. Но я покупала ее в Израиле регулярно. И она мне очень нравилась. Подходила. Она как раз подходит для Combination To Oil Skin. У меня как раз комбинированная, даже склонная к жирности кожа. Мне эта мицеллярка подходила. Есть такая же в еще более большой бутылке. Поэтому, да, очень неплохое средство. Следующая вещь. Я даже не видела что-то похожее в других фирмах. Наверное, есть, но мне пока не встречалось. Это вот Treatment Lotion. Лечебный лосьон от перхоти. Если есть какое-то жжение или раздражение или зуд на коже головы. У него идет вот такой вот тоненький носик. Тут откручивается колпачок. Носик становится еще более тоненький. И мы вот так вот наносим это средство на кожу головы. И потом массируемый. И действительно, я, по крайней мере, на своей коже. Да, вижу разницу. У меня кожа головы склонная к перхоти, к какому-то вот легкому жжению, зуду. И у меня есть про это отдельное видео. Но я хочу упомянуть это средство, как для меня это один из прям фаворитов. И в Роше, по-моему, одна из самых полезных вещей, которые они производят. На десерт, как говорится, сладкая. У меня просто такой немножечко подкорректированный дневной макияж, с которым я ходила весь день. Поэтому придется вам меня простить за то, как выглядит мой макияж. Если в камеру видно все его недостатки. И сегодня я именно этой тушью не пользовалась. Поэтому, к сожалению, не могу показать эффект. Но моей любимой тушью в Ив Роше является тушь Секси Палп. Я покупала ее, по-моему, уже раза три, если не четыре. Наверное, все-таки три. У меня была она в старой упаковке. Сейчас она уже в такой вот новой упаковке. И это действительно отлично. Тушь она удлиняет, она приподнимает ресницы. Особенно она порадует тех, кто не подкручивает все ресницы. Кто любит, чтобы ресницы приподнимались и раскрывался взгляд, то вот такая кисточка у этой туши. Думаю, ее видно хорошо. Мне эта тушь очень подходит. У меня ресницы впринь достаточно длинные, но они практически прозрачные. И они не прямо вот прямо смотрят. Но так уж хорошо раскрывается глаз, если тушь не очень удачно подобрана. Поэтому я этой тушью очень довольна. Называется она, еще раз скажу, Sexy Palp Volume Extreme от Yves Rocher. В Израиле она стоит, кстати, около 70 шекелей. По-моему, это немножко дороговато, но вещь хорошая. И последняя вещь. Я не знаю, что ее еще выпускают. У меня уже тут на самом дне. Это мой второй чубик этого блеска для губ. Мне так получалось, что каждый год мне дарили новый. У меня был такой сиреневый. Сейчас у меня такой оранжевый. И мне очень нравится консистенция этих блесков для губ от Yves Rocher. Они абсолютно не липкие. Они увлажняют губы. У них очень приятная текстура. Они легкие на губах. Короче, классная штука. И у них такой вот очень удобный аппликатор. И очень приятный цвет. Очень хорошо распределяется по губам. Губы хорошо увлажняются. Очень приятные ощущения. И других именно с такой текстурой блесков для губ я пока не пробовала в других фирмах. У него нужно достаточно тонкого слоя. Поэтому хватает очень надолго. И последнее уточнение на сегодня. Вся косметика, про которую я говорю, сделана во Франции. Я это уточняю, потому что мне писали мои подписчицы, что вроде бы сейчас по какой-то франшизе начали производить Yves Rocher в других странах. Возможно, в России, если я правильно их поняла. И они мне сказали, что есть разница в качестве. Мне это написало три подписчицы из России. Я сама не пробовала никогда ничего произведенного Yves Rocher, которое сделано не во Франции, а сделано в России или в какой-то другой стране. Поэтому я хочу сказать, что все мои рекомендации касаются той продукции Yves Rocher, которая произведена во Франции. На сегодня, пожалуй, все. Надеюсь, что это видео было приятным, полезным и интересным. Оставайтесь со мной на связи. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok